Что, важно то, что у нас вторая карта начинается, LG против Na'Vi, соответственно, первую карту Na'Vi свою собственную, Dust2, выиграли, LG, проиграли со счетом 16.5, 16.5, это просто развал кабины, я, честно говоря, ожидал немного более балансный Counter-Strike, но не тут-то было, нет, не тут-то было, как вы понимаете. Если бы я был по спидам, то я бы не сказал бы, что я по спидам. Толика в этом логике есть, да, но на самом деле, я думаю, что я бы, в принципе, это и сказал, хотя я бы сказал, что я заменил бы чем-то альтернативным названием, но вы бы догадались, то есть я бы дал бы конкретный намек, потому что зачем мне вообще вам угать, вот вопрос, мне не зачем вам угать, я человек простой, вот что я скажу, вот, так что да. Так что все очень просто, на самом-то деле, вот, и хотелось бы, конечно, верить в то, что вы верите в меня. Так, не знаю, на самом деле, сейчас посмотрим, насколько Кайс надо врубить, все-таки до этого стоял единицы, всех устраивал, кажется. Да. Кайс погромче, плиз. Ну, единицы устраиваются, всех, надеюсь. Прицел не видно. Что? Как? Почему? Почему? Почему не видно прицел? Ладно, неважно, давайте посмотрим тут, что происходит. Коудзера, кстати, соло отыгрывает. Соло отыгрывает на Б-пленте, куда могут сейчас, в принципе, двинуть свои ножки над Свинцарем. И это может быть серьезной проблемой для бразильской команды, потому что и так карнавал-то на предыдущем раунде не получилось, так еще и сейчас может быть здоровый такой фейл. Вот это усиление втроем зеленки, посмотрите на вот это состояние лютое там. Вот сейчас только-только сейчас начал Фоллан двигаться постепенно в сторону Б-планта. Коудзера дает информацию, идет быстрая ротация только от одного игрока LG, они все еще не уверены, они все еще думают. И самое интересное, что они правы, самое интересное, что они правы, Guardian и компания и вправду не идут на Б, они идут все-таки на А. Не удалось обмануть Na'Vi своих оппонентов, и приемка будет вот от FNX. FNX стреляет фаншотами, фаншоты, все-таки да, получается, получается убить одного, второго, неплохо, может быть третьего оформит, нет, третьего будет оформлять ФР. Боже мой, как же так, как же он не попал-то ж. Ох, ну ладно, в любом случае, FNX вернулся из коннектора и сделал то, что должен был сделать ФР. Тем временем, здесь этот Коудзера, зато инфа есть у Сизда, но Сизд натыкается просто ртом сейчас на Коудзера, который оформляет минус 3, и, точнее, минус 2, FNX оформил минус 3, и замечательный раунд от LG, очень-очень четкий. Явно подготовились, парни, к данной карте. Был под спидами, долго стал мейнстримом. Классный там комментарий на эту тему, на то, что нужно. FNX теряет там четвертый, ФР теряет лицо и голову от Дизерта игла, что ж такое? Что же такое? Что за камбэк на камбэке? Просто не хотят отпускать. Причем предыдущее начало, вот первой половины, по-моему, вообще первой карты тоже примерно такое же было, с камбэком в Форсбайе, и сейчас мы видим, что LG просто поплатили за то, что они купили 3 фармгана. 3 фармгана — это не путь к победе, когда вы играете против таких чуваков, которые сильнее вас, ну, типа, на рангов так 10, наверное. Ну, не на 10, но около того. Давайте вспомним, наверное, на рангов, ну, на 7. Посмотрите на Госсу Геймерс, например. Это не реклама, опять же, это не проплачено. Я совершенно честный человек, мне никто ничего не платит. Любишь ли ты детей? Это не очень, честно скажу. Вот, не знаю даже, в каком формате... Ну, то есть, нет, у меня 3 младших сестры, поэтому мне нормально, в принципе. То есть, я хорошо отношусь к детям, воспитывал одну... Ну, как воспитывал, жил с ней какое-то время. На очень близкой ноге мы сейчас общаемся. Короткой, точнее. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Счет по картам поменяй. Не я руковожу счетом по картам, плюс он правильный. Так случилось. Все равно голос громко, а кайс почти не слышно. Правда? Настолько? Сейчас. Сделаем больше. Не, не сложно, чуваки. Вот серьезно. Если вас это устраивает, то я делаю все для того, чтобы моему зрителю было комфортно. Это не относится, кстати, к веществам, да. То вы могли и на это перевести. Coldzera снова остается одним защитником B-Plant A. Причем самое интересное, что в предыдущий раз получилось. Но посмотрим, как будет в этом. Потому что Na'Vi могут просечь эту фишку. И, соответственно, с этим вот эти вот заседания на A-Plant A в четвером. Это, конечно, хорошая задумка, она реально интересная. Что-то альтернативное, что-то свежее, что-то не такое, как обычно. Но как только Na'Vi это отыграют, LG перестанут так делать. Я почти не сомневаюсь. Посмотрим. Coldzera откидывает очередные смока. Ну и вот и все. Ну, в общем-то, стояние на реке Угри продолжается еще. Сейчас секунд. 15 оно будет продолжаться. Сколько там? 13, по-моему, секунд смока держится. В любом случае, честно. Fallen. Нет. Нет. А вот и нет. А вот и нет. На хаупу откинули. И пошли. И пошли парни на A. Ну это вот тоже такой же раунд, который был первым. И который не удался у Na'Vi. Сейчас это, типа, реинкарнация. Но при этом у LG проблем с девайсами. Хотя у Na'Vi там тоже не все так прекрасно, как хотелось бы. Но опять же, против... Против ни девайсов можно так играть. Так, а с Ямой вроде как должен был убивать людей, но не получилось. Все еще не получается. Все еще не получается. Пришлось перезарядиться и получить пулю в лицо. Not so bad. Coldzera вместе с Fallen вдвоем про четырех игроков украинской команды. И тут нужно что-то решать бразильцам. Но... Это не футбол. Это не футбол. Здесь как-то счет не разрулишь вот так вот по-бразильски все. Нет. Не получается. Не получается. Приграли они все-таки этот раунд. Или нет? Или нет? О мой бог! Нет, все-таки приграли, конечно. Фолл не пойдет, но... Си с Флэмми очень четко в одну линейку построились. Как в том раунде, где Гарди на формуле минус 20, налогустрел из ОВП. Ну и... Словак остался жив. Засейвил свой АК-47. Все-таки потрепали. Потрепали сейчас бразильцы Нави. И таким образом получилось, что команда СНГ потеряла много денег. Которые не нужно было терять. И мы видим, что сейчас Флэмми еще закопится. Ну вот. Вот примерно такой вот. Такая экономика будет в том случае, если они сейчас проиграют раунд. Не поставят бомбу там. Ну, близко к этому, я имею в виду. Что ж. Давайте посмотрим, что тут было. Что тут у ЛГ. А у ЛГ вообще ничего нет. У ЛГ есть Фоллэн с Фамосом. А все остальные просто с пистолетами. И второй Армору Калдзера. Который, конечно, меняет все сейчас. Особенно против АК-47. Весь баланс просто этого раунда. Уже погиб, кстати. Но мы смотрим все еще на Фоллэн. Потому что здесь усиление вчетвером на Б-планту. Они как-то любят четверками играть. У них прям фанат. Этого момента. И замечают, что Нави-то. Ни разу напрямую на Б-планту так и не выходили. О-о-о-о. Зевс. А вы говорите, кикать надо. Не-е-е. Не-е-е. Венил явно еще поиграет. И еще и вас переиграет. Возможно, ваша бабушка. Уже. Начнет играть. Так. Так. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Зевс. Зевс еще и с фарм разобрался. ФНХ остался один. Не получилось. Все еще не футбол. Вот все еще не футбол. Сейчас, правда, девайсный раунд будет у бразильцев. Поэтому, я думаю, что будет намного лучше. Курица в арморах. Да, примерно так оно и выглядит. Если вы про новые... Свитера. Так. Меня начинают спрашивать по поводу треков, которые я ставил в паузах. А-а-а. А-а-а. Ешкин-шкоржа. Что ж там было? Это, по-моему, вот это вот. Если я не ошибаюсь. Погнали дальше смотреть. Авапы. У Фона и у Словака. У Ковача. У того самого мужика, который может. Который может один. Который может в твоем. Который может втроем. Но, по сути, в своем сроке очень жесткий в любых ситуациях. Правда, порой заставляет реально ждать, когда он там расчехлит свой АВП. Потому что порой прям вообще не идет, не идет, не идет. Но в самом конце что-то начинается. У него прям... Прям идет... Поджигание танцполов по полной. Причем, замечу, что снова это 1-4. LG реально что-то повернулись на этой цифре. Прям по-другому не хотят играть. Благо... Причем, Фолл он теперь еще не играет на перетяжках. То есть, на перетяжке играет ФР. Который стоит на коннекторе. И каждый раз, когда LG сидят тройками, четверками на А, они делают разные позиции четверкой на А. Причем ее ни разу еще не спалили, по-моему, полноценно. Нави, но они меняют ее. Ну, короче, крутые заготовки. Они есть, и это хорошо. Но пока что что-то не очень. Потому что на сильной стороне они потеряли три раунда. Сейчас девайс, и надо доказать, что они могут и готовы. Холдзера. Хороший фраг. Но дальше его сразу же разменивают. ФР. Выходит. Видит тоже смока. Соответственно, конструкция повешена. И Флейм их просто прошивает, не оставляя никаких шансов Феру. Тем временем так, вместе с Фоллоном, приходит Авап. Вот он Авап в руках топового снайпера из Южной Америки. Это фраг на Флейме. Дальше. Дальше. Капитан команды против капитана команды. Что называется? Минус два. Оформляет Фуа. Минус три от ФНХ. И дальше остается один Солак. Один Солак, которого так расхваливал. Ну же! Ну же, покажи нам свою силушку. Силушку Ковача. Нет. Не в этот раз. Not in my watch. Сказал ФНХ. Оформил минус два. Фуа наформил тоже минус два. Из сложнейшей ситуации, в которой он был просто заперт. Он вынужден был вот в этом коридоре работать направо-налево. Видели этот сначала сюда, потом сюда Потом опять сюда посмотрел FNX, грамотная работа тоже Все хорошо сделалось, я не знаю, что из этого на самом деле Было именно Везением, что из этого скиллом Но было супер, было просто Супер, конечно, что за лаги, дядя Не знаю, у меня потери кадров 0% 0,0, чтобы уж быть точным В первое время откинул тут хаешку Гардиану, я так понимаю, там либо дабл хаешка была Либо просто зацепила чем-то, типа салапа, допустим Но тут авапа не было уже И вот эта позиция от колдзера, она на самом деле суперопасная То есть как только закончится смока Либо надо будет снова вешать смока Либо колдзера просто пройдет и в спину выдаст В том случае, если команда атаки решит выходить на миддл Нет, решил колдзера играть спокойнее Саевове Боится он все-таки, боится он СНГ парней И правильно делает Я бы тоже боялся Я бы вообще против них не вышел играть Я бы такой, нет Только не это, пожалуйста Не заставляйте меня это делать Но Брэйзин за это платит В отличие от меня Мне никто не платит, чтобы я выходил против них играть Фолан Слава богу Фолан На него открывается Зевс Отличнейший байт Отличный байт на выстрел Фолан был вне позиции совершенно У него не было никакого угла, чтобы спрятаться за ним После неудачного выстрела Он погибает То же самое делает Так и ФНХ Отличнейший Два хэдшота на Флейме и Зевса, которые вышли Причем он по инфе просто-напросто сыграл Знал то, что два игрока на шарте находятся Зевс тем временем пропушил Б-плент Но его слышал Колдзера и Колдзера безошибочно Здесь сыграл Эдвард Четыре хп нужно Нужно Бродатому мужику что-то делать Скорее всего это будет сейв Потому что четырьмя хп Это вообще не то, что один в поле не воин Это просто, ну Без шансов ФВП засейвит и все будет замечательно Да Что за турнир? Привет, чувак Доброе утро Доброе утро Утипа калькулятор Не, у меня топовый на самом деле Ком здесь стоит на студии Что, реально убрали револьвер с ММ Сирис ли? Сирис ли? Ну что ж, погнали дальше смотреть АВП у Гардена Здесь с АК-47 Два девайса у нас имеются у Na'Vi Но этого, возможно, будет мало Если брать то, что все-таки LG ухитрили зацепиться за свой девайс на раунд А впоследствии, соответственно, с этим И второй подряд сыграли Теперь Na'Vi вынуждены играть чем-то неполноценным То есть тег Дезерт Игл П-250 Не очень хороший выбор Мало того Фолн еще и убивает снайпера команды Хотя, ну, АВП-то можно забрать Отдать там уж самому Денису И все будет замечательно Постепенный выход Все-таки на B от Na'Vi Будет, судя по всему Хотя, опять же, они точно так же могут передумать Как и в предыдущие С-караундов Но ждут Ждут так, колдзера с фолном Затаились парни Как белые тигры Тихонько-тихонько играют И колдзера будет откидывать флешки Да, флешки по своего тиммейта Под фолном, под его стрельбу Кто-то даст информацию Да, вот она Вот она Информация Залетела фолная Оставила ему очень мало хп Его добивает все-таки Там, конечно, могло быть и сразу фраг Но не случилось Тем временем Флэмми вместе с Эдвардом остается вдвоем Становились на плент Убили они Колдзера И фр Фр хорошо сработал Все очень грамотно сделал Эдвард сразу же заменял Но он один против двух При этом ФНХ выходит с конструкции И, соответственно Тако с хелпы ФНХ причем меняет свою позицию Они будут дабл пикать с одной точки Хорошая флешка Но вовремя убрали свои лица Тако вместе с ФНХ Там просто был вопрос позиционки В том случае Если бы он Флешка бы застигла их Вот, например, здесь Посредине прохода То был бы минус один Как минимум Но так был В этой позиции Успел очень быстро Нажать направо Соответственно Застрейфиться От пули Своего оппонента Выйти из зоны поражения И Ну, просто повезло Просто повезло Хотя флешка была замечательная Отыгрыш микромомента На все 100% Просто не получилось Всегда должна быть Доля везения Во всех вещах Да, во всех красивых моментах Конечно же Это не только скилл Но и Доля Доля определенного Лака Фон С авапом Выходит на машину Подгорает Очень-очень жестко Остается у него 44 хп Тем временем Все-таки заход от атаки Будет на зеленку Судя по всему И да Вот он прием Ферр просто пострелял Пострелял Но у него не очень получается Последнее время со спреями То есть обычно от него Намного лучше игры Ожидаешь после Силован Кельна Где он действительно неплохо Отыгрывал ФНХ Минус 2 И Ферр Не справляется В сече с требой Ужасная просто Отыгровка в этом моменте От Фера Колзера Минус 2 Выстрелились парни в линию И получили свое Ассист остался один Против трех игроков ЛГ Справа от него Тако И нет Тако падает Тако скушали Интересно Есть ли нам подливка Какая-нибудь Или соус Так Ну и смог Причем тут типа Бомба лежит И знает Прекрактора Ну то есть не прям С него А из Выходя уже с него Если в более точном Да Ассист решил рисковать Правильно сделал Но это не получилось С другой стороны Он мог попробовать Там еще шорты Зайти Вот так вот Все дело обойти Но по-моему там уже Время было Чрезвычайно мало Но такие мувы Поэтому он решил Что можно и так Нави любят сливать В свои пики мап Это не их пик мап И прости Дорогой друг Кто первый взял Там же написано Вот сверху Написано Специально для вас И погнали Кодзера Влетает Влетает Очень агрессивно На банан И сейчас будет принимать Словаку Которого так Как и у всех У нави Форсбай С пистолетами С вторыми арморами И в принципе Они даже на следующем раунде Если поставить бомбу То на следующем раунде Точно у них будут Закупаем Сист Сист Ну и в общем Да, вот Напоролись Напоролись на Фолл На его авап Причем самое интересное Что если они пойдут Пушить на авап То Кодзера ответит Да, Кодзера отвечает Просто без проблем То есть Опять же Я надеялся Что все-таки Словаку справится Но мы видим То что нет Так не произойдет То есть вот эта позиция Оказалась просто Неберущейся Сидящей Кодзера В одном углу И отстреливающей Фолл Ну или где-то уже здесь Да, получается Что если он стрелял с авапа И Вы думаете О, ништяк Можно попробовать Запушить авап И получаете Кодзеру в лицо Который с штурмовой винтовкой С легкостью расправляется с вами Но опять же Нави играли Форсбай У них не было ничего А КАФ-47 Они все-таки здесь Имеют И второй армор И раскидки Все у них замечательно Давайте посмотрим Куда они будут дальше лезть ФР Летает Получает флешку Получает молотов в лицо Но он его проходит Ясно и делал Проблема лишь в том Что его тиммейт не сможет ему помочь А именно и ФНХ Опять же Замечу Что ФНХ с Фером Обычно здесь на банане не играют И это означает То, что они видимо Здесь будут пушить У них другая какая-то стратегия Да Это будет пуш Флешка получает Фер В него просто Втыкнулся Севс В конце концов Нажал на гашетку И Отстрелил своего соперника Лицо ФНХ Хороший спрей Практически минус 2 Очень красного сиз Доставил он Так Влетает Так Минусует Гардена в голову И ситуация становится 3 в 3 Но Времени В обрез Надо ставить бомбу Эдвард минусует Така И теперь уже Делать что-то придется Контр-террористам То есть Фолан очень далеко Часики начинают тикать Правда Диффуза есть Так что все в порядке Но Надо еще минус 3 сделать Каким-то образом Непонятно каким Причем у Фолана Позиция случайно сложная Кулзер Хотя бы уже катушку пропушил А его тиммейт Просто никак ему не может помочь Минус на сиз Ну тут сиз был Правда лол ХП И Эдвард Тоже погиб Дальше у нас остается Флейми Один против двух Бразильских игроков Фолан его зонировал Попал И Колд Зара Раздепузил бомбу Хорошо справляется Со своей Сильной половиной Своего же Собственного пика LG Подряд Сколько? Шесть раундов Они оформили И Паузу Просит Гардиан Говорит PC problems Two guys Ну видимо Реально Это могло помешать Сейчас Задефать Три на два Потому что у нави Ну действительно Такие вещи Должны получаться Это факт Но Видим что Как-то не сыграло Нетрадиционные нави Да Что там Получилось То что теперь Минус 85 Это нормально Вообще-то Значит Зачекать Где там Инфакт Конец Если Что Не Ну пока В пабликах Нету Очень жилой И читать Не лень Самому проверять Невозможно Тири 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 Часть тоже Ничего веселого К сожалению Нету Хотел почитать, может, чё там жёсткое Но нет Это ведь лан? Да, это такой лан У-у-у, прямо лан Кулеры, как слышите Это йота Блю Блюети, да, Блюети Он жёстко вообще ловит вещи, честно говоря И... А, кто-то ещё и поменял тут настройку Сейчас, секунду Да Кто-то реально поменял настройку микрофона По вопросу того, чтобы ловить все звуки вокруг Я не знаю, кто это сделал Потому что вроде кроме меня йота этим не пользуется особо Но даже если пользуется, то очень странно, чтобы так делать Сейчас должен быть, соответственно, звук только от меня И окружающая, действительно, не должна вас раздражать И кулеры тоже не должны быть слышны Напишите мне, в общем-то, работает ли оно так, как должно Или нет На всём случае я слышу, как... Я слышу всё, типа, именно от себя Звук S, пожалуйста, прибавь Вроде я уже прибавлял до 12 Давайте до 16 дотянем Если вам так будет комфортнее Опять же, напишите об этом Потому что с калашами, например, ясное дело, будет очень громко Если 16 вам не понравится, то нам придётся брать пониже Ну вот, кристалл, посмотри на флейме Если на вторую игру, что он жмакает Сейчас надо открыть мне, конечно, этот стримчик Точнее, клинфит Сейчас замутим Пока делать всё равно нечего Опять же, вопросов вы никакие интересы не задаёте Клинфит Откройся Клинфит, откройся Клинфит, откройся Открылся Сейчас как раз-таки Я вам тоже его запалю Запилю Или ещё что-нибудь такое Настрою Где-то мой Кмд Кмд Лайвстример Бест Сейчас всё будет, парни Потише Это минимум На самом деле Вроде как усилители не стоят здесь в ингейме Да, не стоят Потому что это минимум Я просто могу подальше говорить Громко голос Sorry, sorry Я просто изменил этот Так Звук убрать Вот Отлично Так, парни начали вроде как Да, отлично Отлично начали Громко голос Ты ли это Нет, не я Прости Это Комментирует И не развлекает тебя Это правда Это правда Ну что ж, погнали смотреть дальше Надеюсь, вас реально устраивает Качество звука Потому что В предыдущие разы Я отсюда же стримил Всё было замечательно Сейчас Вроде тоже Баланс опять же Сообщите У меня правда задержка Полминуты Но не страшно Фэй вместе с ФНХом Двоём про четырёх игроков Нави Нужно что-то придумывать Потому что Ну, Нави продолжает А, хотя они продолжают Слушайте, это же первый раунд Был Тактикал пауз Что это называется На самом деле Это не он был То есть Это были Технические проблемы Вот И Я честно говоря Не знаю Что тут дальше делать ФНХ вместе с Фэйром Ну, они да Они будут сэйвиться По всему девайсу Семя то, что экономика у них Замечательная Хотя Ну да Как-то так себе Вот эти вот цифры Мне не очень нравится Но суть-то остаётся В одном Что LG явно чё-то как-то не ожидали Нави Использовали Эту Паузу Не только Как Для уж Пофиксить компы Для уж Им пофиксили компы Но и Как тактикал То есть Не поболтали Ясное дело И просто сказали Парни Вспомните Вот мы делали В 1995 году Вы помните Мы с вами Тренировались И Запилите Пожалуйста Запилите Теперь всё Огонь Спасибо Чуваки Буду там Позади тебя Вентиляционная камера Но этот комп Такой вот Он мощный Что орёт К сожалению Нужно будет просто По-хорошему поставить Вниз Тогда будет Замечательно Так Ну народ Говорит Нормас Я уже Ничего не буду Тут это Сейчас По этому поводу Да Есть кстати Шанс То что На самом-то деле На самом-то деле Если вот так Сделать Да Точно Я понял В чём была проблема Потому что Как бы я не подкрутил Короче Скайп автоматически У меня стоял Настройка микрофона Дом То у меня это уже Пофикшено А здесь ещё нет Ладно В любом случае Погнали дальше У нас тут Серьёзная проблема У парней из нави Что уже Отработали целых Трёх игроков Флейми вместе с Гардиан Остались вдвоём В призаходе на шорт И Флейми дропнулся Просто с апартаментов Никто не прикрыл Фера И у Фера Должно быть Большой один вопрос Какого вообще Это произошло Вон Пушит мидал Увидел Гардиана Получил смог Но у Гардиана Не хватило времени Чтобы выбежать сюда И в Флейми Остался один-одинёшенек Один-одинёшенек И тоже погиб Погиб в конце концов Как герой Как герой Но теперь должно быть Отлично просто Нави подрубили Спасибо на самом деле По поводу Скайпа Реально хороший комментарий Я совсем забыл Об этой штуке Которая по-настоящему Реально сама балансит Звук микрофона Независимо от твоих желаний Её надо просто отрубать Есть там такая штука Я помню лосс очень долго С этим парился И в конце концов Когда я вам подсказал Был доволен как слон Ну реально такое бывает Какие-то вещи ты просто забываешь Особенно на чужом месте Когда тебе некомфортно Ну то есть комфортно Но только впоследствии Сами понимаете Очень много чего надо настроить Чтобы всё работало Оки-доки Оки-доки Доки-доки Ладно в любом случае Извините Тут уже что-то начинаю О своём заливать Потому что Нави всё никак не нападут Хотят напасть Но никак Флэмми с Эдвардом С пистолетами Остальные с АК-47 И постепенно Постепенно Вроде выход на А Идёт Да Флэмми вышел на зелёночку Тут у нас ФНХ Ну Да Открывается отлично У Флэмми даже не было девайса В этот момент в руке Только Зевс уже смог Разобраться с ФНХ Но у Зевса осталось 32 хп Все погорели немножко И Танцпол Поджёг Хорошо ФНХ Очень грамотно играет До Инферна На защите ФНХ Мне очень нравится Его действия каждый раз Такое ощущение Что просто как Апстоп Ударяются Нави каждый раз И не могут Не могут войти в него Адекватно Никак И он кстати каждый раз Играет практически Одну и ту же позицию И всё не получается Така На Джейле Минус Нет Минус от Гардиона Влетает И колд зеро Вместе с фолном Остается вдвоём После того Кнопить И погиб ФР Разменяшись Один в один Погибает Гардион Но Зевс капитан команды С 11 хп Против снайпера Фолана У которого сотни Которых находятся Сейчас на шорте При этом Зевс не имеет Никакой информации О том где находится Снайпер команды ЛЖ И Фолан двигается На шифте На шифте Как мышка наружка Видит Зевса Стреляет Не попадает Что Как так Как же это Просто Зевс Родился в рубашке Переспал Слепреконом Посмотрим Насколько это было Эффективно Посмотрим Случится ли у него Это да Получилось у Зевса Божечки мои 11 хп 11 хп Но Фолан Видимо не знал Не имел никакой инфы Что Зевс Пробит уже Нужно было Доставать несчастный Пистолет И тупо Начинать Бить Бить И сейчас Нави Выграв два раунда Из последних Трех Выбили Выбили Из лжи Денюшки Последние Теперь вынуждены ЦЗшками Играть И 5-7 И Мамагом И Фамасом Что это сейчас было О Мой Бог Жесть Просто Тотальная Бесприкосновная Жесть Очень жесткая ошибка От Фолана Ты такого просто не ожидаешь Ты ожидаешь Такого атака Потому что там Или от ФНХ Которая Неопытная Еще на уровне Вот таком На топовом Потому что Ну парни Играли только в Геймс Академии И до этого Еще в паре Тройка команд Допустим Но не на том уровне Совсем не на том И Ты сейчас смотришь На это все И думаешь Ну как Фолан Фолан тот самый Который просто Самый старый Самый авторитетный Чувак на районе В Бразилии Я имею ввиду Самый авторитетный Звезда Ах Ну я говорил Что надо просто С правильными существами Делить постель Перед матчем За день до По расписанию Така Если вас смущают Опять же Подобные сравнения Вы меня простите Надеюсь Что вы меня простите Так така Приемочка Неплохая Пока что Держится Держится за колонной Но его сейчас В три ствола Могут принять Сисду хватило Одного Гардиан отработал ФНХ И на этом В общем-то Раунд для LG Проигран Судя по всему Да И это Это какая шучка Да Это в этом рауне точно Могут выйти сейчас Нави на хороший счет В виде 8-7 Очень даже могут Как минимум Они выходят на 8-6 И соответственно Дальше либо 9-6 Либо 8-7 И честно говоря У меня ощущение То что Даже нет ощущения LG-то закупились На все Опять эти горячие парни Не оставили себе Ничего на последний раунд Сейчас играли С форсбайем Дальше будет Олл-ин И че Ну вот фон За сэви Допустим Маг 7-ой Ну а дальше Будут пистолеты Всякие остальные То есть Но опять же LG либо полноценный Один раунд Либо два Неполноценных И они выбирают Как обычно Это бразильцы Их даже Ты не можешь Их флеймить Потому что Это Это бразильцы Они горячие Ты прекрасно их понимаешь Они на самом деле Очень похожи на нас По менталитету Ну может быть Мы немножко Более прохладные Да может быть Немножко более Нас тяжелее Немножко раскочегарить Но уж если сядешь С нами там То Ну вы сами знаете Да Просто Немножко Немножко подогреть И мы уже готовы На то чтобы Эмоционировать На то чтобы делать Резкие Порой необдуманные Но очень Очень Такие Эмоциональные моменты И Волон Волон Смак Седьмым На хорошей дистанции Прямо Самый-самый Сладенький Такой Поджарить Голубков Сейчас самое то Было бы Но нет Нет Он даже решил Смака не отстреливать Для того чтобы Не палить свою Позицию Откинул Хаеху Причем очень далеко И И Его должны были Покарать за это В конце концов Все таки забрали А Ферр все еще живет Ферр стоял за катушками А катушки оказались Слишком Сложные для убийства У Нави И Точнее через них Убить было сложно Но дефолтные Смака пошли И Мы видим то что Ферр их пропушил Выбил капитана команды И Дальше Пока что стоит Ждет когда его тиммейты Подойдут с мейна Точнее с холлплей Гардиан откидывает Фенекса Флейми отрабатывает Тако Ферр закончил Тем же самым И колл зеро Сейчас отправится Тоже в следующий раунд Но перед этим Он заберет сизда Но это не важно На самом деле Заберет он не заберет Его в любом случае Количество девайсов Не важно Потому что Это последний раунд Первой половины карты 8-7 8-7 И это была Техническая пауза От Нави Я вам скажу честно Она сыграла Очень-очень много LG Не справились с тем Что Нави взяли тайм-аут Подумали Как-то что-то Ну Смогли Хоть как-то Что-то ответить И в конце концов Мы видим к чему Это все привело А привело это просто К сумасшедшему Упомочительному Поражению Во второй половине Первой половины Можно это так Наверное назвать И В общем-то Лица конечно Лица Надо видеть Разочарование Просто-напросто Потому что Ну вы сами понимаете Прекрасно сейчас Нави будут играть На сильной половине А сильная половина Сильная Сильная половина Это Это сильная половина В общем-то Да Гардиан Гардиан Издаун Судя по всему Нет 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 Еще не погиб 10 хп у него осталось Успел он Унести свои ноги Подальше Более своего позиции Недвард тем временем Сидит в темке Давно не видел Чтобы кто-то на защите Сидел в темке На пистолетном раунде Но это тоже Хорошая позиция Для реализации Особенно если Кто-то на холпе Будет играть Ну в смысле На саппорте К нему К его позишнему Допустим Он как раз Девс мог бы Стоять у двери И если что Помочь кого-либо Прикрыть Но нет Девс играет с дулями Кстати да Он частенько Играет с дулями Это его подход Тем временем Флейме Вместе с Сиздом Вдвоем стоят И ждут Ждут Да Все-таки сюда пойдут Парни из Бразилии Ковар на вал Ожидает флейме То же самое Касается Дениса И Денис начинает Начинает Но Как же долго Он не мог по нему Попасть В конце концов Приходится до Зевс Начинает сдульно Яривать Но не получилось Не получилось Три в три В размен Колдзеро Месси с ФНХ Ставится бомба Гардиан Гардиан зашел Зашел на констракшен У него очень мало ХП Все еще В самом начале Он получил Минус 90 Эдвард сотней Выходит с банана Эдвард знает Что делать Пистолетных раундов Мы все прекрасно знаем То что он может Он может Он с бородой И ССП у него тоже проблем нет Гардиан Вот оно Пошло-поехало просто Минус 2 Изи катка Изи лайф И вроде казалось бы В самом начале Какой хороший размен Три в три Могло быть все намного хуже Если собирать то Что их принимали втроем То есть Зевс успел грамотно Произвести ротацию С коннектора Он ставил Принимал зеленку Быстро Пришел И уже когда Только-только Начался заход Он уже был на месте Так что Нормально так По поводу ФНХ Да Вы правы Кстати Я ошибся Спасибо Что меня поправили Вот Давайте продолжать Копипасту По этому поводу Самое время Кстати 6 утра устроить Сращать Сейчас я вам еще Дорно поставлю Сверху И будет еще лучше В любом случае У нас ЛЖ Не народ Серьезно Я не против Никакого флейма Указывайте мне Мои ошибки Я действительно Еще не так опытен Как хотелось бы И Есть такая тема И спасибо Что Даете Конструктив Это всегда хорошо ФР Погиб Колд Зарам Ну Вот Будет поставлена Бомба Я бы еще понял Но К сожалению Ничего тут не произойдет Для ЛЖ Хорошего Потому что Колд Зарам Отдастся На малых песочках И Фолан Фолан тоже Туда же пошел Така Not so easy Not so easy Эдвард очень хорош Да Эдвард просто невероятен В вопросе Пистолеток Я помню Как говорили Англоязычные комментаторы Что Порой просто Есть люди Которых можно держать У себя в составе Только Потому что Пистолетки берет человек Потому что Пистолетные раунды В современном Киберспорте Они очень важны И Ну очень Очень сильно Меняют расположение Да Баланс На карте В том случае Если вы берете пистолетные У вас есть все шансы Сделать еще два раунда Я имею в виду Повышается очень сильно Шанс на то Что вы берете два раунда И Можно держать людей Которые возможно Даже на девайсных Не так хороши Но Именно пистолеток Вытаскивают Есть такие Есть такие Среди современных игроков Парнейшие Которые По-настоящему Так сказать Отдали Тестичку своего таланта На То чтобы отыгрывать Невероятные Крутые пистолетные Которые Камбычат Или там Клатчат Ну увидели Зипикса На мираже Не сказать Чтобы он всегда Так невероятен Но Сегодня Его Клатч Минус на 1v3 В ужаснейшей Совершенно Позиции На мираже Сыграл Очень И очень Злую шутку С их оппонентами Гардиан В общем-то Тут раскидки пошли на А А люди пошли на Б Традиционный фейк И при этом Флейми С Сиздом Ясное дело Молодая Гвардия Белая Она Она не шелохнулась Она просто Прекрасно Понимает Что есть Все шансы Покуда там Зевс не скаманует Или Старикс Кто там у них Больше команды Сейчас все еще Не очень понятно Сист Приемка началась С катушек Просто дефолтно Спрей Все 30 патрон Отспрей Закрылся Флейми Открыл Своё второе орудие Ну что это Такое Вообще Ну что это LG Ну парни Ну где Такое ощущение Что они все Раскидки Потратили на Аплент И просто Забили дальше Ну то есть Выходят парни Сист стреляет С катушек Отстреливает 30 патрон Уходит вниз Его никто Не разменивает Вторым орудием Открывается Флейми Такой Окей Мой Один парень Отстрелял Все 30 патрон Дальше Мои 25 От Фабоса Все So easy Nothing to say Это Это какой-то Просто Ну я не знаю Это раздрай LG Каком-то Такое ощущение То что они Приготовили защиту Типа А мы возьмем 15 раундов На защите На атаке Как-нибудь Прорвемся Нет Так не работает Как-то совсем Легко Вам не кажется Так Выходит Сейчас будет Соус Да На Эдварда Неплохо Неплохо Прием Размен точнее Ну и Фолан Выходит на шорт Второй заход На шорт Побежали Обратно Пришли обратно Говорят Нет нам тут теплее Здесь принимает Еще одного игрока С Фамоса Достаёт Юспик Очень жестко Надамаживает Фера Пол Остается последним И его тоже Решают 8-11 4 раунда Подряд На защите LG Не знают Что им Что им делать Но опять же Напоминаю я вам Что если вы посмотрите На первую половину То Три раунда Из четырех Взяли Нави В самом начале А потом После того Девайсный раунд Вот здесь вот был Вот этот вот Девайсный раунд Он дал возможность LG Взять целых 6 подряд Потом он как раз таки Был тот самый Нет по-моему Да по-моему Как раз здесь был Тот самый Техника Лышес Ну в смысле Пауза Техническая Гарден Мажется с АВП Там тем временем Занял Занял церковь Пропушил Мидал Эдвард Но не случилось Не получилось Так его сразу же Вычислил Убил Агрессивные позиции Вот такого рода Они конечно Очень крутые Очень интересно Посмотреть Но когда сразу же Лишает жизни И делает на этом Обан фраг Это сразу становится Чудовичайно скучно Потому что на труп Посмотреть не висело Не интересно Ни секунды Флейми Минус ФНХ И пока что Этим фрагом Балансировка Пошла 4-4 Ставят парни Ну и Затихли Затихли LG Понимают то Что пока что Можно не торопиться 54 секунды У них в запасе Есть для того Чтобы зайти на один пункток Поставить бомбу И пошли раскидки Да Да Дефолт походу На зеленку Сейчас будет раскинут Да Да Вот он И Здесь Вместе с Сиздом Вдвоем стоят Красиво Красиво Ничего не скажешь Человек многоножка Все дела Увидели Фолна Прошили Но Фолн Осталось 50 хп Разворачивается Лицом К Зевсу И блочит Его стрельбу И Фолн Минусует их Двоих Просто не отдав Ничего Взамен Флейме Остается один Вот это ошибка Сейчас была Очень жесткая ошибка Да Ну случается Ну случается Неосторожно Сыграли Нави Старикс не играет Он координирует Да Он со спиной стоит Народ Ну просто говорили о том Что он все больше и больше Становится Типа важной частью То есть Заменяет Различные Функции Которые выполнял Вроде до этого У нас Зевс Воу-воу-во Если что Зевс не кеп Нави Ну Король пистолеток Любитель котлеток Милая тема Милая У меня восемь Восемь по Москве Серьезно? Неплохо То есть мы в одном Часовом поясе Но при этом у нас разные часы Я бы так жил Я бы так жил Определенно Что же 9-11 9-11 это первый раунд для LG Опять же Девайс на они смогли все-таки поднять И сейчас есть шанс Что они повторят То, что они повторяли На первой половине Но единственная проблема В том, что это все-таки Атака, а не защита Более слабая сторона Но История может повториться История может повториться Это в принципе Один из главных законов истории Один из трех законов истории Если вы не изучали Один из них говорит, например Что каждый виток истории Происходит Быстрее другого Вот Все быстрее и быстрее В смысле Темп развития Исторического процесса Так называемого Но это всякая фигня Академическая Забудьте вообще Даже не вспоминайте И пусть все будут счастливы Точнее пусть никто Не уйдет Господи Как же это было Пикники рабочие Ладно, не важно Важно другое Важно то, что Задумали сейчас ЛГ в своей атаке Потому что Гардин стоит здесь На шарте С авапом Заметим, кстати Что он занимает Не ту позицию Которая у Фолана была Когда вы помните Его здесь схватили С его авапом И просто он не успел Никуда выйти Ошибся И Ну, не дали уйти парню Здесь у Гардин Немножко другая позиция Он за колонной То есть у него будет еще Возможность выстрелить Один раз Потом второй И вот он Вот он, минус один Для колдзера Зараз его получил Заслуженно Открывался И мне кажется Он, кстати, его байтил Но не суть важно Флейми вместе с Сиздом Снова вот эта молодая белая Гвардия стоит И ждет своего момента Немножко другая позиция До этого был Вот здесь находился Флейми А Сиз находился на катушке И Флейми дает инфу Говорит Парни, хотите по щам? Вот оно вам Немножко котлеток заехало FNX и так и падают на пол И теперь уже танцпол Поджигает Фолланд За своим овапом Но, как сказать, он поджигает Это от флипсайдела Что называется LG сейчас Хо-хо-хо Вот это фраг Показывает красиво Все Фолланд Так вот Это флипсайд Флипсайд синдром называется Вы выходите в последние 25 секунд И не можете поставить бомбу Потому что у вас что-то не случилось Вот это то же самое Что и творится с Блэйдом И его компанией частенько Особенно с Иван Кёль Мы с вами могли это демонстрировать Посмотреть И если вы там не смотрели Вдруг скачайте демки Как говорит ухо Или просто зайдите на наш канал На ютубе Все свежие демочки Все свежие, точнее Записи матчей С нашим комментированием Комментированием моего Сени и Уха И там Флайфа и других комментаторов Которые у нас Проводят матчи Они почти всегда Все актуально появляются Тем временем Минус от Ферра на Гардиана Солак падает И у нас Серьезная проблема С численностью у Нави Минус снайпера А минус снайпера Это очень много на защите Как вы понимаете Изъяс Даниил Даниил держится за командиком В конце концов Его така выбил На Эдвард Отвечает Замечательно Хэдшотом Атака Но бомба ставится И нужно это дело пресекать Нужно А нет Не будет ретейка Я Ну его нафиг Вообще парни Зачем Зачем Решаться девайсов Ради того Чтобы просто попробовать При том что Лжи законтролили Все Но я уже говорил Да Вот без Гардиана Тяжело То есть потеря снайпера Это на защите Потеря там 30% потенциала Как минимум Если не всех 40 Если не всех 50 В определенных случаях В зависимости от позиции Ну и здесь мы видим Что еще и Даниил Не смог ничего сотворить Такого Ну невероятного Поэтому Не случилось Да Счастье не всегда Рома Пусть никто не уйдет обиженным Аааа Грустная вещь на самом деле Эмит что-то я задумался Это просто Один из Очень глубоких Философских посылов На тему Которую можно Говорить бесконечно Опять техникал Судя по всему Сейчас если Если будут показывать На камерах парней То я вам обязательно покажу Брокис хейки Борто сомфин Говорят то что Сломали клаву Надо срочно подарить клаву Кому-то из игроков Не знаю кто там вообще Есть сейчас Одну секунду Не беспокойтесь Все в порядке Все схвачено Вот Поставил стримчанский Ну качество Как вы видите Конечно не самое лучшее Но Важнее Это сейчас просто Будут лица показывать Чтобы вам не переходить На На другой стрим Чтобы вы могли Смотреть Наличика Сейчас как только Закончится раунд Бауза будет И переведут На игроков Флейми потирает носик Ну всем все И так понятно Что там пишут Все Нет Unpause Unpause Отлично Блин не успеем Ну просто задержка Как бы На Инфиде Имеется Определенная Определенная Сейчас Как только мы начнем Да Я перейду на Ингейм Ну что такие Кстати парнишки Молодые Оооо Бразильцев И Фарф Влетать Влетать Фарф Кстати отличная Большая позиция Сейчас посмотрим Смогут ли Нави с ней справиться Причем он играет Саппортом под Фауна Фарф Отличнейшая голова На флейми Причем Имел все шансы Флейми Размотить Сего Оппонента И Причем сейчас Что самое Интересное Сейчас LG Думаю То что здесь Один игрок Защиты И что надо было бы Быстро ротироваться И бежать на Б Но они В этот момент Были вне позиции Для того чтобы Рашить Б плент И поэтому Сейчас они остановились Оооо Нельзя открываться На фоуна Вот так Ну нельзя Ну просто Это Это явно не дело И Зевс сейчас спалит То что он все таки Есть здесь К нему на ротацию Бежит Гардиан Салапом Но я думаю Что они не станут Ничего делать Здесь просто Один в пять Точнее Ну уже теперь Один в пять Да Я что то Что то я Знал судя по всему Потому что Тако там Подобрался к Эдварду Вообще на апартаментах По-моему В общем в какой-то Другой части света И он Разобрался с Ковычем В нули просто Просто в нули И в этот раз Мы видим то что Техникал Пауза Не повлияла Хорошо И на сильной стороне Нави все еще Не могут вытащить То есть У LG все таки Есть какие то Хорошие заготовки И рано мы на них Начали Базарить Что все таки Как то что то У них не получается Нет Начало получаться И они выбили Выбили из нави Их экономику И сейчас Приходится Парням играть Печальные раунды Под названием Слив Слив и девичья фамилия Вот как это называется Пэл Выходит Гардиан 12 Пэл у него остается Дальше съезд Тут сидит Тихонько Как мышка наружка Но вот чекывает Ясное дело И с ним разбирается Ну что еще не сделаешь Такого Эдвард Ох Как же это стрельба Прям вот просто Как масло сейчас Знаете При ожоге Сверху кладут Когда там не знаю Или кремик какой-нибудь И сразу становится хорошо И прекрасно И не хочется ни о чем думать Вот смотришь на стрельбу Эдварда И прям Прям тепло на душе И приятно Коуд Вот от него холодом веет От Коудзера Сейчас посмотрим Что он тут продемонстрирует Опять же все еще У нави нет девайсов Законтролили Законтролил Эдвард Ак-47 В седьмом ненадолго Коудзера зашел со спины Минус ну у двоих И на этом В общем-то в этом раунде Все заканчивается Флейми остался Соло Против трех игроков Пакетик у старикцев в руках Они вечно измакают И труд Я полагаю То что это штука Которая нужна Для разогрева пальцев Потому что И рук Потому что Очень часто В таких местах Не так тепло И Нужно максимально Вот типа Ну Я не знаю Что там старик Правда Зачем он себе Что-либо разминает Я думаю Что-то просто нервное Вот А игроки Например на интернешнале По доте У каждого игрока Были собственно И перчаточки Одноразовые Теплые Так называемые Варм Варм Как это называлось-то В общем как-то это называлось Специализировано И Эти Одноразовые Штуки Имели Какую-то Специальную Типа Вещество Я не знаю Или еще что-то В этом роде Которое Соответственно С этим Грело Потому что Ну нужно Максимально Идеальная Кондиция Для пальцев Иметь Что-то типа Знаешь Кто-либо Из нас Идеально Себя чувствует И собрать То, что Ясное Дело Что Всю ночь Не спал Ибо Контур Страйк Не ждется Что называется Сист Open Up Втроем Снова Усиливают Кстати Банан Здесь И оставляют Одного Флейми Который Ну вы знаете Он умеет Он умеет Да и вообще Хорошо Справляется С бананами Частенько Ну у них Цвет Такой Желто-черный Так что Логично Было бы Эдвард А к ним На перетяжку Пришел Капитан команды Ну Возможно Уже Капитан Экс-капитан Не важно Даниил Вы Даниила Не спутайте Никогда Ни с кем Тут Так понятно Называю Капитаном Не называю Капитаном Не важно Эдвард Мы же не будем Занудыми С вами Нет Не будем Ну и что-то Как-то Остановились ЛГ Главное Сейчас Флипсайт Только не устроить Потому что 40 секунд Осталось Если они Сейчас Еще минут Секунд 20 Постоят То это Будет Именно он Да Это будет Это будет Шифт Заход Тихий Тихий Шифт Заход И приемка Будет От Зевса Зевс Спрей Не получается У него Ничего Он Надамажил Правда Фер Неплохо Салаба Гардиан Снимает Колд Зеро Not so bad So far 22 секунды 20 секунд 19 секунд Нужно Двигаться Нужно Срочно Двигаться Гардиан фармляет Еще и Фоуна Эдвард Разобрался Стак А бомба Ставится 6 секунд Оставалось Но бомба Была поставлена Но именно Из-за этой спешки Которую Сами себя поставили Сейчас LG Эдвард Убирает Оставшийся Точнее Последнего игрока LG Диффузит бомбу И флейми систем Тоже остались живых Таким образом Счет становится Уже Совсем Совсем Невеселым 13-12 LG Просит паузу Потому что Знаете что Потому что Этот раунд Был явно проблематичен Не с точки зрения Там стрельбы Или еще А нет Да Тактикал Не с точки зрения Стрельбы А с точки зрения Именно передвижения И командных решений Возможно координации Возможно исполнение Этой координации Но это был просто Вот провал Лютый И печальный Встал удивить Чечера нормально Себя чувствую Поздравляю Я тоже с радостью Это сейчас звучало Как-то по-гейски Пополучего Ой Лимон пришел Здорово Лимон Вообще Всем привет Опять же Кто только к нам Присоединился Да и те Кто там сидят Но уже Я думаю Вы со мной И так уже Успели пообщаться Но Всем кто да Смог нам Все таки Притаранить себя Свое лицо Потому что Ну 6 утра 6 утра Я как вспомню Свои Ну даже не студенческие Школьные годы Чтобы я в 6 утра Что-то там Куда-то вставал Что-то смотрел В будние дни Да я бы и в выходные Честно говоря Сомневаюсь Что стал бы это делать Покажем вам Покажем вам Красавчиков наших Ух Сладкие сидят Прям В желтеньких Балахонах А эти раздетые Ну А это было как раз По-моему Про то что Молоденькие Сидят Я так понимаю Что про Про это сказали Что Что-то не очень Традиционное Сказал Ну Простите Покажи игроков Вот они Ну просто у меня Задержка здесь Да и вы сами Прекрасно понимаете То что Только спустя какое-то Время у меня Показываются лица Игроков На Клинфиди Гарден Которую я могу Передать Вот Хотя может быть Может быть Кстати я могу В принципе С софт стрима И там нету Задержки Такой здоровой Я не знаю Просто какая там Данная задержка Или нет Просто По тысяч Сейчас нет времени Гардена уже снесло Прошу прощения Что я что А Фолан сработал с ним Авап на авап У Фолана В этот раз было лучше Опять же да Вот в этих перестрелках Фолан не скажет Что бы лидирует Потому что Обычно Гарден Оказывается Сильнее Хлонокровни Опять же Там Ну Не такой большой Энерейд У него В этом вопросе Надо было бы Затечь По-хорошему Флейми Выходит вместе С Зевсом Даблой На банан И что-то Не пошло Что-то Не пошло У Зевса Пошло Я вот смотрел На Сизда На самом деле Думал Что именно Он на саппорте Часто играет Грамотнее Но Зачем У него будет Больше шанс Показать себя Но оказывается То что Зевс все-таки Оформляет Минус 2 Перед тем Как погибает И ситуация 2 в 3 Причем У Фера Нету хп Эдвард Эдварда Сейчас пропустит Эдварда Пропустил Выходит по таймингу У него была Шикарнейшая Возможность Но Фанекс Услышал Фанекс Сыграл По звукам И у него Все просто Замечательно В этом вопросе Единственная На самом деле Опасная Позиция Одного из игроков Навик Из которой Можно было реализовать Минус 1 Или минус Даже 2 Она была Нейтрализована Ликвидирована Сист остается 1 Забирает для себя Свое весло Большое зеленое И Сохраняет его На следующий раунд Для своей команды Возможно Оставит самому себе Но опять же Вот эта потеря Гардиана Честно говоря Она и на атаке Я помню Коблстоуны у них Любимая тема была Гардиан Пушит мидл Чуть ли не соло Его отстреливают В дальней позиции Или он где-то там Промахивался Его отстреливают Сака 47 Или там С М4 И Он в атаке Они теряют в атаке Снайпера И почему-то Из-за этого Все валится снова Вот здесь Мы видим уже Несколько Где-то по-моему 2 максимум Точнее Минимум 2 раунда Которые я помню Потеря Гардиана Оказывалась 100% Поражением Что бы там дальше Нави не делали Слишком много Значит Снайпер на Инферно В защите И для Нави В принципе Слишком много Значит Ковыч Ну вот так Вот знаете Просто вот Хочется взять Пересном Потрепать его За ушком И сказать Ты так много Ты начишь Для Нави Вот я Медо Если я был бы Фанатом Конечно Навишнам Вот Я Не очень Фанат Нави За что я люблю Свой часовой пояс С 11 утра Сижу Делаю работку Смотрю стрим На втором компьютере Да то Знаешь ли Мой дорогой друг Основная часть Матчей Которая проходит В европейское время Для тебя реально Вообще ни о чем С точки зрения Времени Так Гарден Открывается Соло Это вот эти Системы От LG Которые Отыгрывали Бразильцы В первой половине На защите 1B 4A И сейчас 1B играет Гарден Я не очень понял Кстати Зачем он сейчас Свой носик Показывал Перед тем Как смока Отдать Но не важно Не важно На ротации Играет Молодой Денис Который Все еще С порохом В пороховницах С тем самым Молодым Задором Который должен Присутствовать Любого Маломальски Молодого Игрока Да и в общем-то У стариков Должен какой-то Задор Но у Систа Вот задор Задор закончился После того Куфенекс ему Очень жестко Навалял И то же самое Становится со всеми Игроками Не считая Флэйми и Зевса Потому что Что Эдвард Ша Сист Что Гвардиан Не смогли Ничего противопоставить Заходы противцев На их территории Фнекс еще Исправляется С Флэйми И Зевс Остается Один Одинешенек Не при делах И не при селе Кристалл Заканчивай Нет Мне просто Интересно Когда вас все-таки Взорвет По этому поводу Ну вот Ну правда Правда Стример Реально Нормальная Ориентация Я по профессиях Айчар Ну то есть Кадровик Нет Реально Мне очень нравится По поводу Все этой штуки Порой Флеймить И стебаться Еще с дотки Честно говоря Я помню Когда вурст Выиграла Это был просто Взрыв кабачка Как с капустой Зевс С Фнексом Не справляется Зато Сист Оформляет Минус 2 Хорошо сыграл Здесь Но Бомб Вообще Направляется Не в это направление Не сюда Не На Б А к Эдварду Я тут кстати Тут по таймингу Все сделал грамотно Причем он по-моему Не слышал своих оппонентов Они все на шифте Двигаются Открывается Гардиан У него кстати Единственного Не было девайса У него был дизерт игл И колдзера С ним справился Смотря на то Что Ну один Один патрон Сделал попал 50 мм КП остался И Эдвардс Болхон Его никто не убивает Сейчас будет выбивать Така Все хорошо сделано Атака Но проблема лишь в том Что Фер Остался один на один Сиздам 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 Любит такие шутки Не те годы для горения пукана Ну почему же Нас тут 4 тысячи Как ты думаешь Каков шанс То что Есть люди У которых У которых те самые годы Что там горения пукана были Почему бы и нет Люди тут разные Так Не так поймут Да кого это волнует Реально Народ Главное же Позитив На стримчанском иметь Вот Если вас совсем не прет Если вас печалит У моей подстебы У нее то ссори Я не специально Я не хотел вас огорчать В любом случае Слово усиление Втроем от нави На банане И На желтом банане Желто-черные мужики В желто-черных тельняшках Зевс кстати оформил Минус один С мак седьмого Неплохо все сделано Но потом Зачем-то снова открылся Правда выборов Не очень много было Сзади это шашлыченко был А спереди Смертушка От ФНХ И он предпочтал Смертушку от ФНХ Потому что Или от Фера Нет от ФНХ Потому что Это хотя бы попытка Не пытка А шашлыченко Это стопроцентная смерть Флэмми вместе с Сиздом Сиз причем решил покупаться С рыбками красными Они красными же да Я все еще в порядке Я все еще Поопределяю цвета И Гардиан Минус така Все таки Все таки Один игрок Атаки Зашел на аплент Получил по своим И Все остальные тоже сейчас Гуськом направляются Паровозиком Чага-чага Опять флипсайд Тактикс начался Ну вот реально Флипсайд Просто Десять секунд Осталось Колдзера теряет Собственную жизнь И теперь надо Ставить Бобу Чего бы оно не стоило Просто чего бы оно не стоило Эдвард не догадался И не прострелил Но в конце концов Прострелил О-ло-ло Это такая грязь Ну почему Они это делают Почему Они постоянно Упарываются В эти несчастные Флипсайдовые Синдромы Блэйда Ну как Ну почему А у меня истерика Сорян Это истерика Просто Один чувак Сидит в зоне Пита Ну ямы Неважно Балкона яма Да У Эдварда Его дефолтный Спот здесь Он берет Отстреливает одного Который просто На морозе Вбегает на план Говорит Парни Нужно срочно Ставить бомбу Прикройте меня И гарди Эдвард Начинает отстрелить одного Потом дропается вниз Стреливает другого Простреливает еще Чувака Что это Что это за грязь Парни Ооо Это Это просто истерия Это серьезно Это какая-то корея Ооо Я захлебну Своей правоте Просто Ну Ну зачем Зачем Этот флипсайд Синдром Ну серьезно Ну куда уже Такое ощущение Что они перекрасили Зеленые цвета Нет У Луджи Там есть зеленые цвета Но в основном Это синий У флипсайда вроде не синий Ооо Флейми Минус така Минус колд зеро Да что ж такое-то Что же это творится Фоун правда Ответил Недварда Шикарно Сист Хорошая голова На Фоуна Фнекс вместе с Ферром Остается 2 на 2 Но у Фера нету девайса Но с другой стороны Это не такая проблема В том случае Если он выйдет на клоуз Он выходит на Гардена Гарден недолго думает Ссылает его к прадцам И остается Фнекс соло Отрубает голову Систу Боба все еще не поставлено В руках Фнекс И он предпринимает Отчаянную попытку Убежать на Бплент От своего оппонента Разворачивается обратно Хочет поиграться Поиграться Хочет против Гардиена Но Словак не отступает Словак на шифте Поджимки Но Фнекс Уходит на Бплент Все-таки Все-таки Она уходит на Бплент И будет ставить бомбу Чтобы сыграть на Верочку Божечки мои Это же Это же Может быть заключительным раундом Для Нави Или Камбэк В допах На ЛДжи 14-15 И это концовка Это концовка Или нет Или нет Или вообще Еще мап Десайдер Инферно Да я здесь сдохну Да неважно Сдохну ли я здесь Или нет Мне повигу Я хочу увидеть Увидеть все Что могут показать Эти парни Эти хлопцы Эти хлопцы И Гардиен Не вовремя достает Смака Фнекс Словит его На этом тайминге Лаки Фнекс Да Просто Просто какая-то тотальная жесть ну уж здесь не обессудьте если реально начну 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 утопить за нави потому что уж, сорян, но это реально это допы это допы фу хорошо, хорошо заехал Азиас, открывается снова на банане хочет почувствовать силушку богатырскую ФНХ, ФНХ говорит хорошо, держи, держи супчик налью, не проблема Сист, вместе с Флейми Сист, сам тем временем Гардиан начинает минусовать со своего вапа, Эдвард принимает принимает Така нет, все еще не принимает Флейми прошил смока, минус колд зеро Так открывается, но я уверен в Эдварде, я супер уверен в Эдварде сейчас было, и Фолан Фолан 1, Фолан 1 достойное противостояние четырем игрока, минус 1 давайте считаем, считаем, минус 2 нет, не будет, минус 2 подсчет закончился на 1-2 рэн считайся крис тут сейчас, видимо, пишет кардину в лес гадости нет, ты что? это такое гадость спасибо вам за эти комменты спасибо вам за эти комменты за злые нет, за злые нет, за злые нет, фу-фу-фу, такими быцами, фу-фу-фу Фолан, человек многоножка над бананем но замечу, кстати они, они просто прочитали Зевса говорят, о, а там парень открывается постоянно агрессивно давайте мы его выловим и Зевс в этот раз вообще не здесь он просто на Апланте единственный, кто там стоит это Сис, который должен был отхватить ХЕ-шку если бы она прилетела бы за машину но она прилетела бы перед машиной поэтому с ним все в порядке 100 хп осталось гарантии временем прикрывает его здесь уже несколько раз, кстати, ему отдавался в колдзера в этот раз это не тот это не тот раз Насколько же притерлись уже команды явно видно, что уже готовы вот те самые фишечки которые они видели друг у друга контрить и майнгеймсы сейчас намного-намного важнее майнгеймсы и эмоции, конечно же потому что нужно быть просто супер-кремнем чтобы после таких супер-комбэков очень сложных раундов вытащить допы но мы помним, чем закончились предыдущие допы они закончились в пользу Na'Vi именно на оверпассе когда LG играли с ними последний раз на ланах Тако получает флешечку Гардиан отработал ФНХ на мидле уходит сразу же на плент и Эдвард все еще работает причем в этот раз он, заметим, под балконом не на балконе играет и вот он выходит уничтожает колдзера Гардиан тем временем отработал еще и фэра и остался фоллан один все игроки Na'Vi остались в живых это тилд это тилд причем у LG нет тактикал паузы сейчас он сейчас был бы им невероятно нужен потому что нужно было придумать что сейчас делать что потом на защите делать потому что дальше дальше только дно потому что отдают они сейчас этот раунд скорее всего у нас десятитысячные допы а десятитысячные допы означает что если вы проиграете два раунда дальше вы играете в последнем ни с чем просто ни с чем надеюсь комментатор просто шутит на самом деле спросите мою девушку она вам расскажет так колдзера с галилом 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 началось по поводу девушки сискис с галилом народ но че хотя в принципе нарушаться я сам тут устраивал стеба на эту тему ясно делал что будут вопросы техникум промс эггэйн омэ фэгэм тест проб на самом деле техникум промс на полностью полностью сейчас на стороне а л джи потому что им я нужна передвижка нужно подумать а у них нету тактикул такшу шпак не получается у них ничего колдзером минусует Эдварда И выходы, выходы Смока, смока, укол зверой Зас минус, хорошо Но Систер разменивает стражи мгновеннейшим образом И замечу, что LG до сих пор не ротировались Два игрока, защиты Будут идти через банан, один ФНХ Пойдет через КТ-сайт, заходите через холпу Рис конструкция, нужно такосфером Иметь раскидки, они у них есть, кстати Но Флэйм из жесток Жесток, как никогда, этот пухленький Молодой человек И остается ФНХ Остается просто ФНХ Ну просто он остается и на этом все заканчивается Ну что ж, нами поздравляем с победой Первой победой на этом чемпионате На этих ланах И на этом наш сегодняшний эфир Заканчивается, спасибо, что были со мной Сегодня, спасибо, что были в общем-то На каналах Шторм Студии, обязательно добавляйтесь ко мне в группу Блин, у меня уже все красное, реально Жесть полнейшая, так вот Ну, пол седьмого, как вы думали, я вообще сегодня еще не спал Так вот, обязательно заходите на группу Нашу ВКонтакте На Шторм Студию, ко мне Все ссылки наверняка будут в чате Я очень надеюсь, что мои модеры все-таки их скинут И вы можете добавиться к нам Для того, чтобы следить за нашими трансляциями Завтра программа будет такова, что будем мы смотреть с вами Четыре матча, еще четыре матча И потом еще четыре матча В общем, два дня подряд будет четыре матча А потом финалы И сначала будет снова Сеня и Уха Вечерком в районе девяти, по-моему И потом впоследствии приду к вам Я в районе там, типа тоже часа, двух, трех, четырех В зависимости от того, как будут игры проходить Потому что они все идут в ван-бай-ван Но сегодня мы закончили сильно рано Потому что не было ни одной карты полноценного Беста в три Были все карты полностью сыграны на 2-0 И эти 2-0, они были ожидаемы То есть все американские команды прииграли свои матчи Во всех них выиграли европейские команды Которые являются фаворитами этого чемпионата Что более чем логично Потому что Европа просто-напросто сильнее сейчас играет Единственная надежда была на LG Но и LG подкосились LG не смогли, в конце концов Ну и мы с вами все равно прощаемся на этой позитивной ноте Потому что Навито выиграли, это хорошо Все остальные прииграли, это плохо Но, опять же, и у LG будет возможность показать себя еще завтра Потому что завтра будут играть Лузера И Венера, по-моему В общем, посмотрим, что там дальше по программе Обязательно заходите к нам в группы И смотрите анонсы Всем пока-пока С вами был Кристал Мэй Я был рад, что вы были со мной И в Шторм Студии На протяжении этого полета Во всем случае Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok